МОНСТЕР ХАЙ На этом видео я хочу вам рассказать кое-что интересненькое, а если быть точнее, это вторая сенсация на нашем канале. Первая была на Эвер Афтер, так что запасайтесь вкусняшками и смотрите видео. В этом 2016 году школу Монстров, а также школу Эвер Афтер ждет настоящая перезагрузка, по-английски ребут. Одних поклонников эта новость радует, новый облик любимых героев это интересно, ведь все в жизни меняется. И перемены всегда делают толчок к развитию. Другие фанаты огорчены, ведь мы привыкли видеть наших монстров именно такими. Многие, в том числе и я, даже подписывали петиции против ребута, но ничего из этого не вышло. И как бы это грустно не звучало, перемены неизбежны. Наши любимые монстряшки стали узнаваемыми за прошедшие пять лет, и вот теперь все поменяется, и они станут шаблонными и обыкновенными. Но стоп-стоп-стоп, давайте не будем паниковать. Новый слоган Монстр Хай – «How do you boo» – непереводимая игра слов сопоставима с «Как дела, приятель». Но что же было до ребута? В конце 2015 года «Мотел» проводили итоговые конференции. Было отмечено, что в настоящее время Монстр Хай – это второй по величине игрушечный бренд для девчонок всего мира. За пять лет им удалось добиться невероятного успеха. Школа монстров развивалась быстро и качественно, завоевывала новые сердца в разных странах. Во второй половине 2015 года наблюдался небольшой спад популярности, однако для нас он совершенно незаметен, и положение спасли Гулиоппо Джеллингтон и коллекция Great Scary Reef. Эксперименты с формой и размером позволили удержать внимание и привлечь новых поклонников. Секрет живучести Монстр Хай в способности меняться. Это видно на примере Барби. Барби существует более полувека, и за это время она часто менялась. От надменных красоток в 60-х к своим девчонкам в 70-х, суперзвездам в 90-х и нынешним красавицам с более спокойным мейком и молодежным аутфитом. И, видимо, для Монстр Хай настает переломный момент, когда нужно двигаться дальше. Ну, во-первых, поменяется далеко не все. Монстряшки по-прежнему будут узнаваемыми и неповторимыми. Дизайнеры сделали их лица более мягкими, наивными и детскими. Они теперь больше напоминают девчонок-подростков, коими и являются. Во многом к этому шагу производитель подтолкнуло недоверие многих родителей куклам-монстрам. Несмотря на жизнерадостные и веселые мультики, пропаганду дружбы и взаимопонимания, и даже советы психологов, часть родителей по-прежнему уверена, что куклы Монстр Хай слишком мрачные и зловещие. И вот нас уже ждут новые лица монстряшек. Монстр Хай стали более мультяшными, более милыми и более детскими. И если раньше выражение лиц монстряшек можно было назвать серьезным, может быть даже вызывающим, то сейчас их лица можно назвать удивленными, а то и грустными или даже испуганными. У куколок появились эмоции. Клео слегка надменно, Дракулаура слишком улыбчива, Фрэнки и Лагуна само спокойствие. Вероятно, что некоторые герои будут заменены новыми. Моника Дикей вместо Гулии Елпс, Ари Хантингтон вместо Спектры, но это лишь предположение. Кстати, после ребута, то есть перевыпуска, куклы утолщились. То есть, если сравнить новую монстряшку с любой старой куклой, то видно, что у новой МХ прибавилось в руках и ногах, а именно икрах. В общем, изменились формы кукол и при сравнении это заметно. Между прочим, перезапуск коснулся и кукол Эвро Афтер Хай. Натянутые улыбки кукол из серии Эпик Уинтер. Кому-то идет ребут, кому-то совсем нет. Отдельно обидно, что многие куклы будут выпускаться без шарниров. Ладно там в ногах, так еще и на локтях и запястьях. На сегодняшний день, на начало августа 2016 года, Мотел выпустил уже более 20 кукол МХ и около 5 иверяшек в так называемой облегченной версии. Поэтому при покупке новой куколки помните, что цена на бюджетные куклы без шарниров и на полностью шарнирные куклы даже в Америке почти одинаковая. То есть разница составляет всего лишь в несколько долларов. Именно поэтому обращайте на это внимание. Если вы, конечно, не хотите попасться. Ведь для коллекционера и для создателя стоп-моушенов это просто безумный кошмар. А вот для 5-7-летнего ребенка это отличная кукла. Можно играть и ничего не ломать. Все в целости и сохранности. А еще Мотел очень уж зачастил с молдированными топиками и кофточками, а также ногами. Хух, спокойствие. Спокойствие. Вот, например, красавица Эшлин Элла без шарниров и с молдированным топом. Мало ей одного, так еще и второй положили в набор. И помните, что некоторые куколки выпускаются аж в двух вариантах. Короче говоря, после ребута нас ждут широко распахнутые глаза и милые улыбки. Помимо новых лиц у кукол будут детализированные тела. У Клодин рельефный мех на руках и ногах, у Клео молдированные бинты, у Лагуны чешуйки на теле, у Фрэнки на ногах появились молдированные швы. Данная линейка кукол позиционируется компанией для аудитории помладше – 6-10 лет. В остальном ничего не поменяется. Все те же шарнирные тела и присущи конкретному персонажу индивидуальные особенности. Рисовка героев в 3D мультфильмах тоже изменится. Это видно на примере скриншотов героев из трейлера. Ну а на этом наша сенсация номер 2 подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось видео и вам было меня интересно слушать. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайк под этим видео и не забывайте написать в комментариях, нравится ли вам перезапуск Монстр Хай и Эвер Афтер. И как вы думаете, какая кукла получилась самой удачной после ребута? Жду ваши комментарии. Также оставайтесь на связи с нами, ведь конкурсы, стоп-моушен, топы и обзоры на новых кукол уже скоро ждут вас на нашем канале. Подписывайтесь! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok